Всем привет дорогие друзья! Если вы хотите своими руками сделать имитацию камня из цемента и песка, будь то фасад дома, его цоколь или внутри помещений, то устраивайтесь поудобнее. В этом ролике я коротко, но очень детально расскажу вам, как можно это сделать. Приятного вам просмотра! Поехали! Итак, для начала нужно определить, какое у вас основание для отделки, прочное или рыхлое. Если рыхлое, то очистить все, что держится не крепко и набить сетку. Также сетка подойдет для не впитывающих влагу оснований и для толстых слоев. Если основание крепкое и впитывает влагу, а слой не превышает 20 мм, то можно обойтись и без нее. Но все же этот вопрос индивидуальный для каждого случая. А вот обеспылить или очистить от грязи и высола придется практически в каждом случае, а иногда загрунтовать. Как делать это и для чего, вы узнаете из отдельных роликов, ссылки на которые будут в описании. Для приготовления раствора из цемента и песка практически во всех случаях я использую надежные пластификаторы и модификаторы. Пропорции цемента одна часть, песка от трех до четырех частей. И водоцементное соотношение 0,5-0,6 массы цемента. Но бывают случаи, где приходится делать более сложные комбинации. Например, как по ЭППС или по гладкому бетону. На все эти случаи у меня есть полноценные ролики с ультрадетальными пояснениями. А также с приведением расчетов в денежном эквиваленте расходов на квадратный метр поверхности. Они также будут закреплены в описании. После затворения раствора его необходимо нанести. Способов существует масса. Делать наброс руками, ковшом или кельмой решать вам. Но важно учесть то, что раствор должен плотно прилегать к основанию. А в процессе разглаживания необходимо выгнать воздух, если он образовался. Далее выравнивается плоскость и добавляется рельеф. Где это нужно? Согласно стилю отделки. Не откладывая надолго, чтобы раствор не пересох, производится накатка текстуры. В отдельных случаях применяются штампы из полиуретана или силикона. После схватывания раствора в жаркую погоду, обычно это через полтора-два часа, в умеренную через 3-4 часа, можно приступать к нарезке камней. Стиль дикий камень, он универсален и подходит к множеству других стилей. В нем камни имеют неправильные формы. Что касается форм, тут ваша фантазия может быть безграничной. Ну а ровные прямоугольные формы лучше выбирать с соотношением сторон высоты к длине от 1 к 2 до 1 к 3,5. Это лично мои наблюдения. Такие формы более реалистично вписываются в любой стиль. Но в них важна точность разметки и соблюдение уровней горизонтали и вертикали. Как вы уже поняли, подробнейшие ролики у меня на канале есть и ссылки на них будут в описании. После высыхания раствора, а этот период очень зависит от времени года, температуры, ветра, количество добавок в растворе, влагопоглощение основания, ухода за ним в жаркую погоду для набора прочности и так далее и тому подобное. В любом случае, даже если раствор не до конца просох изнутри, влага постепенно выйдет сквозь паропроницаемые слои лакокрасочных материалов. Итак, важно выбрать краски и грунтовки, соответствующие типу отделки, внутренние или наружные. Окраска грунтовками с колерами более экономичный способ, но требует аккуратности и внимания. Зато оттенки можно задать приближенные к натуральным. Что касается красок, это тоже достаточно кропотливый процесс, но в нем, если вы ошиблись с выбором цвета, легче изменить все, накладывая слой на слой. Я же больше практикую комбинированный метод, где краску я мешаю с грунтовками и добавляю нужные мне колера в пропорциях, не превышающие заявленных производителем. Колера лучше выбирать проверенных производителей, чтобы светостойкость у них была хорошей. Также можно закупать уже готовые краски, заколерованные на машинке, по тем ралам, которые вы выбрали в магазине в каталоге цветов. Тогда работа немного упростится, но ударит по карману. Если я использую акриловые краски и колеры, то для лучшей защиты от ультрафиолета в конце я покрываю лаком или силиконовым гидрофабизатором. Они бывают матовые или глянцевые. Это уже выбор по вкусу. Важно понимать, что глянец усиливает оттенки. Матовый же оставляет более естественные. С периодичностью раз в несколько лет эту операцию можно повторить для более долговечной защиты. Ссылки на подробные ролики о каждом стиле и этапе вы уже знаете где отыскать после просмотра этого ролика. Друзья, все интересующие вас вопросы обсудим в комментариях. Добавляйте свои тезисы, которые я упустил. Подписывайтесь на канал и совершенствуйте свое мастерство. Если видео было вам полезно, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. Как всегда, с вами был Александр. Творческих вам успехов, мир и каменный декор вашему дому. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok